Красноярские предприниматели утверждают, что ему предлагают за взятку снизить выкупную стоимость муниципального помещения. Размер от взятки полмиллиона рублей. В полиции в этом не находят состава преступления, а бизнесмен собирается обращаться в суд. Предприниматель Дмитрий Сидоркин содержит салон красоты в переулке Медицинском, 35. Работает здесь давно. Помещение арендует у мэрии. Не так давно он решил воспользоваться правом преимущественного выкупа муниципальной недвижимости. К нему пришли оценщики. Спустя пару дней позвонил некий Геннадий. Предложил за полмиллиона рублей снизить выкупную стоимость этого помещения. Представился сотрудником жилфонда. Бизнесмен отказал. Решил, что 500 тысяч дорого. Он думал, что салон на окраине города без ремонта и так оценят в приемлемую сумму. Когда у нас делали оценку, то есть представители агентства по независимой оценке, они просто зашли, сделали несколько фотографий. Все заняло буквально минуты полторы-две и ушли. Не посмотрев, в каком состоянии находятся окна, отопление, стены. Но оценили это помещение в 4 миллиона 700 тысяч рублей, по 43 тысячи за квадратный метр. Бизнесмен уверен, что это дорого. Цена, говорит, как в центре. То, что у него просили взятку и завысили оценку, связанные события, предполагает Сидоркин. Предприниматель пожаловался мэру Акбулатову. Ему отписали, что оценили салон красоты верно. А о факте подкупа чиновники сообщили в полицию. Если не согласен наш покупатель с оценкой, ну, единственная возможность обжаловать суд эту оценку, ну, нет никакой гарантии, что в случае назначения судебной экспертизы, а это будет именно так, эта цена не вырастет. Мы связались с человеком, который, по словам предпринимателя, предлагал за взятку снизить выкупную стоимость. Он рассказал, что не помнит никакого Сидоркина и подобными делами не занимается. В компании «Экосервис», которая оценивала салон красоты, нам рассказали, что оценка проведена по закону. О фактах подкупа там тоже не слышали. В полиции говорят, что делать выводы по этому делу пока рано. В настоящее время по данному факту сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции между муниципальным управлением ВД России и Красноярской проводится проверка. Сделаны соответствующие запросы в администрацию города Красноярска. Напомню, правом преимущественного выкупа муниципальной недвижимости обладают предприниматели, которые арендуют помещение больше пяти лет и исправно платят. При этом площадь не должна быть больше тысячи квадратных метров. Выкупить можно в рассрочку по льготной процентной ставке. Предприниматель Олег Сипетый считает, что с оценочной стоимостью можно не соглашаться, но она в любом случае будет меньше рыночной. Преимущественным правом нужно пользоваться, иначе можно остаться совсем без помещения, советует бизнесмен. Если возникает вопрос с оценкой, есть всегда независимые оценщики. И лучше в любом случае оценку проводить, чтобы хотя бы две компании проводили. Тогда есть возможность сравнивать, справедливо это или нет. Ну и в конце концов существует рыночная цена, можно район посмотреть, сколько стоит. И тогда сделать выводы, выгодно это или нет. Дмитрий Сидоркин собирается в суде доказывать, что это помещение стоит дешевле. Денег на выкуп у него нет, говорит, за эту сумму он уж лучше возьмет помещение в новом доме, в Долевое. Ну и если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-9127 или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Сергей Кашин, Афонтова новости.